Всем привет, с вами DigiZem. Сегодня создадим анимацию с эффектом морфинга в программе Cinema 4D и создадим материалы для рендера Redshift. Подписывайся на канал Telegram, где выкладываются свежие новости и обновления 3D программ, а также присоединяйся к чату, где мы делимся опытом и помогаем друг другу. Итак, погнали! Кто-то задавал вопрос в комментариях, как сделать, чтобы лицо человека, кожа и зубы превращались в демона. Вот таким способом, о котором сегодня пойдет речь, можно так сделать. Да и любое превращение объектов тоже. Открываем файл проекта, который мы с вами создавали в предыдущем уроке. Кто еще не видел, рекомендую посмотреть, потому что то, что мы там сделали, понадобится нам и в этом уроке. Сегодня буду работать в версии Cinema 4D S26, но вы можете все делать и в более ранних версиях. Сразу захожу в настройки рендера и выбираю Render Redshift, чтобы иметь возможность применять рендер Redshift в окне просмотра. Выбираю регион, выделяю нужную область во випорте и можно выполнить просчет рендера, не открывая само окно рендера Redshift. Для удобства я сразу кастомизирую панель и вынесу на нее значок окна рендера Redshift. И давайте перейдем к созданию анимации. Обнуляю пока координаты, которые мы настроили в прошлом уроке и выключу на время освещения. Перевожу Tor в полигональное моделирование и добавлю карту весов, чтобы сделать анимацию с помощью полей и шейдера. Также поля можно добавить из этой вкладки, но я по привычке добавляю отсюда. Изменю настройки проекта и заанимирую поле сферы. Вот таким образом. Во фриз выберу пресет grow, чтобы получилась вот такая анимация. Чтобы сделать рандомную анимацию добавлю поле шейдер. В нем выберу предустановку шум и изменю его настройки. Если нажать на кнопку play, то ничего не произойдет, потому что нужно полю шейдер задать значение мультиплей. И получается вот такая анимация на торе. Увеличу контрастность. Чтобы сделать плавный переход, добавляю Decay или Decay. Также добавлю еще Delay или Delay. и чтобы придать полю объема добавляю Deformer. displacer. задам шейдеру вот этот пресет. вы можете добавить любой вам понравившийся. изменяю значение цвета и еще добавлю вот этот пресет. можно выбрать ориентацию и изменю масштаб. и чтобы displacer следовал нашей анимации в поля displacer переношу карту весов. вот теперь анимация displacer следует заданному шейдеру в карте весов. и добавим сглаживание. чтобы разнообразить анимацию добавлю еще deformer jiggle. сглаживание. и добавлю еще эффектор delay. сглаживание. увеличу высоту дисплейсера Субтитры создавал DimaTorzok И давайте запихнем анимацию вместе с тором в алимбик Отлично! И теперь нам осталось настроить материал Redshift Открываем материал, который мы создали в предыдущем видео в редакторе материалов Redshift Добавляю новый материал Redshift, который мы смешаем с уже созданным Выбираю пресет Gold И настраиваю тут цвета второго материала, который будет принадлежать нашей анимированной части Чтобы смешать, добавлю блендер материала И добавлю ноду Vertex Attribute, через которую и добавим нужную анимированную область для второго материала Вот таким образом смешиваю материалы в блендере И в Vertex Attribute переношу карту весов Store Как видите, все просто Таким образом мы создали как бы два материала в одном В материале можно отрегулировать цвета второго материала Вот такой вид у меня получился Дальше вам остается настроить только рендер Redshift Как это сделать я также показывал в предыдущем видео И вот такая интересная анимация у меня получилась после рендера Ставь лайк, если видео тебе понравилось Подписывайся на канал, будет много чего еще интересного и полезного Если хочешь увидеть новые уроки раньше других Подписывайся на канал на видеохостинге RuTube А также присоединяйся к чату в Telegram Где мы делимся опытом и помогаем друг другу Всем удачи, с вами был DigyZem Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok